Физкульт-привет. Довольно часто в различных дискуссиях проскакивают вопросы, или скорее даже упреки, что, мол, представители Шатакана не выступают по правилам ММА, и что, мол, это доказывает его несостоятельность, как вид боевого искусства. Но прежде всего, кто вам сказал, что в ММА нет представителей Шатакана? Говорить про Мачиду не буду, об этом, я полагаю, так все знают. Поэтому мы перейдем к другим его представителям. Вот, например, Джон Макдесси. Или полутяжеловес Райан Джимма. Или вот этот 40-летний филиппинский доктор. Итак, тема сегодняшнего выпуска «Почему представители традиционного карате не участвуют в полноконтактных соревнованиях?» Таких как бокс, ММА, Муай-Тай или кикбоксинг. Причин, на самом деле, ни одна и не две. Дискутировать на эту тему можно довольно долго, но я лишь вкратце выскажу свое мнение. Основная причина не выступления каратистов на соревнованиях, например, по ММА, точно такая же, по которой там не выступают и чистые боксеры. Конкретный пример выступления чистого боксера, причем не абы какого, а знаменитого Джеймса «Душесвет Тони» на турнире UFC 118 против Рэнди Кутюра. На 15-й секунде первого раунда Кутюр повалил Тони на настил, а на третьей минуте провел удушающий прием, после чего Тони сдался. Поскольку Джеймс не нанес противнику ни одного удара в стойке и совершенно ничего не смог сделать в портере, после боя UFC разорвало контракт с ним в одностороннем порядке. Означает ли это, что бокс ничего не стоит? Конечно же нет. Здесь мы подошли к сути первой причины. Чтобы выступать по определенным правилам представителям других стилей, необходимо полностью менять свои методы тренировок и адаптироваться к новым реалиям. Традиционное карате не производит бойцов. Это скорее система самообороны, основывающаяся на принципе «ударь и беги». Нет в карате техник и методик, рассчитанных на подготовку именно бойца для ведения многораундовых поединков. Цель всех техник карате – ликвидировать оппонента так быстро, насколько это возможно, в идеале одним завершающим ударом. Это самый лучший способ в ситуации самозащиты. Однако в организованном поединке такое навряд ли возможно. Если ваша цель – стать именно бойцом для выступления на ринге, то, полагаю, будет лучше, если вы выберете другой вид спорта. При подготовке к бою по правилам ММА предусматривают возможность ведения боя в течение нескольких раундов, а это экономия сил распределения их на весь отрезок боя, различные тактические уловки, например, навязывание противнику борьбы, в случае усталости при желании потянуть время и прочие хитрости или даже злоупотребление правилами, если хотите. Карате же изначально преподносится как неагрессивный вид спорта, не нацеленный на мордобой, со своими соревнованиями, со своей полноценной жизнью. Для большинства карате также является способом укрепить здоровье и характер. Таким образом, оно становится любимым хобби на всю жизнь. Если же кто-то из адептов хочет чего-то большего, то он вполне может изменить свой стиль тренировок и последовать примеру всех тех, кого я перечислил в начале видео. Необходимость или желание становиться бойцом ММА есть далеко не у всех. Спорт этот весьма травмоопасен, поэтому бесплатно за идею, в отличие от карате, тут вряд ли кто-то будет выступать. Но вопрос в другом, во сколько вы оцениваете свое здоровье? Дело в том, что деньги, достаточные для содержания себя и своей семьи, в ММА получают только элита, выступающие в топовых организациях типа Беллатор и UFC, и то только те, кто выступает в основных кардах. А вот действительно большие деньги там можно заработать либо став чемпионом уровня Джона Джонса или Кейна Веласкеса, либо при условии, что твои бои будут хотя бы показывать по центральным каналам. А в эту категорию, как вы понимаете, попадают единицы. И то деньги, зарабатываемые топовыми бойцами ММА, это крохи с барского стола в сравнении с тем, сколько получают топовые боксеры-профессионалы. Ну, например, самый ценный актив UFC Джон Джонс за бой может получить, ну, скажем, 3 миллиона. А вот боксер Флойд Мейвейзер за свой бой, который состоялся 14 сентября, получил более 40 миллионов. Ладно, я отвлекся. Традиционное карате само по себе никогда не сделает из вас бойца для ринга. Также вы никогда не увидите представителя традиционного карате, побеждающего на турнирах К1, ММА, или тем более на боксерском турнире, используя лишь чистую технику карате. Однако, если вы правильно и регулярно тренировались, то техники карате более чем достаточно для отражения агрессии. А ведь именно для этого карате и предназначено для самообороны. ОС. 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 Субтитры сделал DimaTorzok